Ну, если убрать эмоции, игра закончилась, я хочу поблагодарить своих ребят за ту работу, которую они выполнили. И, наверное, хочу попросить наших болельщиков и зрителей терпению, наверное, потому что команда не сразу строится, и тем более, когда в коллективе очень много, практически все игроки, которые имеют опыт выступления, на хорошем уровне выступления, но из этих игроков нужно слепить коллектив, слепить команду, которая может выполнять очень много поставленных задач. И это не делается за день, за месяц, за два, тем более мы не каждый, мы собрались так по частям. Но результат будет, обязательно будет, и будет игра, она где-то так частями уже приходит, и есть свои плоды. Но, конечно, я недоволен сегодняшним отрезком в третьей четверти, и заряженность на борьбу у каждого была с первой секунды. Но вот какие-то моменты, которые, ну, наверное, непозволительная расслабленность где-то присуща была. Эта расслабленность была в Запорожье, где-то в каких-то моментах с Южным, но я вам скажу честно, что это уйдет. И будет игра, будет зрелище как таковое, я очень этого хочу. Это хотят болельщики, мы для них играем. Поэтому, если конкретно по этой игре, то действительно, что задача, задача ребята справились. Большая часть, кроме вот этого отрезка. И мы идем дальше, не будут простые игры, сразу говорю, но длинный путь, его нужно пройти достойно. И каждый игрок, у каждого игрока есть цель, это я знаю, и у команды есть цель. И каждый к этой цели будет идти, игроки и команда в целом. Поэтому сейчас самая главная задача создать вот этот боевой коллектив. Не из отдельных игроков, а именно команда. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Миколаевич, игроковец сказал, что в принципе для них, что они еще думали про попереднюю игру с химиком. Чи у вас был такой самый думки, чи як удалось их коллективить в этой ситуации? Нет, конечно, мы именно, это пройденная игра, это история. Уже мы сыграли ее. Нам нужно было сделать правильный анализ предыдущей игры с химиком и с Запорожьем. И играть уже конкретную игру с Одессы. Еще раз говорю, что мы создаем себе проблемы сами. Поэтому нам нужно выходить из этого и идти вперед. И получается так, что у нас следующая игра, сегодняшняя игра после Южного через день. И если мы будем вспоминать о прошлом, о прошлых играх, побед не будет. Те, кто смотрит назад, они не будут идти вперед. Поэтому мы готовились к этой игре на основе тех сильных и слабых сторон команды и игроков в целом, предыдущих. Поэтому эмоции, они остаются. Еще раз, чем быстрее мы отойдем от этих эмоций, тем будет результат и будет игра. Поэтому и точно так же я скажу после этой игры. Эта игра уйдет. Но анализ все равно будет. Эта игра на основании предыдущих игр. И уже готовимся к следующим, к спаренным играм. Днепропетровск, Днепродзержинск. Поэтому эта игра отходит уже в историю. Дальше мы идем вперед. Можно совсем, не совсем баскетбольный, не совсем питание в тему. Сегодня день выборов. Чем стыдно проголосовать? Я думаю, что успеем еще. И ребята, и я, и тренерский коллектив, свой долг обязательно пойдем голосовать. Поэтому сейчас, после пресс-конференции, я поклонюсь вам и поеду голосовать. Поэтому очень важный день, и его нужно, не нужно отсиживаться. Поэтому с вашего разрешения я буду откланяться и буду торопиться. Еще не будем затримывать. Дякую. Или есть вопросы? Дякую.